Противник вышел на рубеж. Справа ориентир один, слева ориентир три. Получив координаты, начальник пункта управления ставит боевую задачу – открыть огонь по противнику. С этой команды, по сути, и начинаются военные учения по защите государственной границы. Выход на позицию, наступление и оборонительный бой. Легенды разработаны таким образом, чтобы воссоздать реальную боевую обстановку. Главная задача этих учений является слаживание штабов, подготовка командиров всех уровней, командира батальона в навыках по управлению своими подразделениями. Реально на местности, в бою. Четырехдневные учения проводились в три этапа. На первом отрабатывались вопросы проверки боеготовности подразделений. На втором – введение оборонительного боя с вынужденным отходом под назиском сил противника. И, наконец, на третьем этапе – наступление. Самая главная цель – это правильно Родину защищать, не допускать ошибок. И я считаю, что мы этой цели добились. А вот перед рядовым Иваном Булычевым на протяжении четырех дней стояла не менее важная задача – охранять в сердце штаба бригады командный пункт. Смена караула каждые два часа. В воинской части режим не такой строгий, признается солдат. Полевые учения – настоящая проверка на прочность. Во время военных учений обстановка повторяет боевые действия. Поэтому молодым солдатам намного проще выполнять боевые задачи. Задача выполнена. Сегодня военнослужащие покидают полевой лагерь, как всегда с одним желанием – чтобы выстрелы на Приднестровской земле раздавались только во время таких плановых учений. Анастасия Чернесенская, Дмитрий Глухенький, Первый Республиканский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова